Студенты Казанского университета сыграли в популярную интеллектуальную игру «Что, где, когда». Казанский федеральный университет посетила делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской республики Гульнары Клары Самат. В рамках этой дорожной карты мы хотим первый запуск именно совместных образовательных программ. В 2021 году исполняется 580 лет со дня рождения поэта, суфия и государственного деятеля Алишера Наваи. Он одним из первых начал писать литературные труды на тюркском языке. Проект предусматривает описание рукописей Наваи в собраниях Российской Федерации. Мы начали этот проект уже 5 лет назад. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Радик Загидулин. В Москве ректора Ильшата Гафурова удостоили звания почетный доктор Института Востоковедения Российской Академии Наук. На церемонии директор Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин вручил знаки отличия, а также диплом. Студенты Казанского университета сыграли в популярную интеллектуальную игру «Что, где, когда». Все подробности в сюжете моих коллег. Считается, что Супермен специально выбрал журналистику. Ведь тут у него нет никаких преимуществ перед людьми, кроме нее. Спортивная версия классической телевизионной игры прошла в стенах КСК КФУ «Уникс» и отличилась большим количеством команд. Всего их 30. Участие приняли студенты различных курсов и институтов Казанского университета. Так им удастся продемонстрировать свои знания в совершенно разных областях. Сегодня ведущим турнира будет Роман Новиков, заместитель руководителя брейн-клуба КФУ. И, соответственно, пакет вопросов всегда подбирает он. Какие-то вопросы он пишет лично, какие-то, то есть они авторские. Какие-то вопросы подбираются из базы «Что, где, когда», наиболее, на его взгляд, подходящие к, так скажем, вопросы, которые могут играть и опытные игроки, и новички. Чтобы ни у кого не было такого, что я ни на что не ответил. Таким образом, главная задача турнира – это популяризация интеллектуальных игр среди студентов. Вопросы самые разнообразные. Знания от героев комиксов до библейских сюжетов. Интересно попробовать свои силы, что вообще здесь будет, что из этого получится, так как большинство из нас играет в первый раз сегодня. Претендентов очень много. В любом случае будем стараться. Надеемся, что покажем достойный результат. Отметим, что игра проходит в рамках фестиваля «Интеллектуальная весна». Впереди студентов ожидают парламентские дебаты, на которые еще открыта регистрация. Записаться на участие можно до 17 часов 29 апреля в группе «Союза студентов и аспирантов ВКонтакте». Диана Шлинкова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. Казанский федеральный университет посетила делегация во главе с чрезвычайным и полномоченным послом Киргизской республики Гульнарой Клары Самат. Подробности узнаете далее. В музее хранится утвердительная грамма. О создании университета подписано Александром Ивовым, министром народного посвящения. Еще Дону Плеоновский войн, 1804 году. Экскурсия по музею истории Казанского университета стала неотъемлемой частью знакомства гостей с его нынешними достижениями. Сегодня университет сотрудничает с 14 научно-образовательными центрами Киргизии и обучает 95 студентов из этой страны. Ректор Ильшат Гафуров рассказал делегатам об истории и структуре вуза, а также приоритетных направлениях его развития. Мы также интенсивно развивались до 1930 года, когда произошла самая крупная трансформация по разборке, как я говорю, университета. На базе наших капельных факультетов, по сути, стали образовываться самостоятельные люди. Между Министерством образования и науки Республики Татарстан и Министерством образования и науки Киргизской Республики была достигнута предварительная договоренность о создании карты развития. В рамках этой дорожной карты мы хотим, первое, запуск именно совместных образовательных программ. Возможно, программа двойных дипломов. Это организация совместных исследований между учеными двух сторон, для того, чтобы они именно работали в приоритетных направлениях. Заместитель министра образования и науки Киргизской Республики выразил уверенность, что эти первые шаги станут основой улучшения взаимоотношений и сотрудничества вузов Киргизии с Казанским университетом. Встречу завершил показ документально-художественного фильма киргизского кинорежиссера, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ариатна Кугушева, Ленарда Валерьяров, Универньюз. В Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Мениханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Наград были удостоены 54 жителя республики. В их числе профессор кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики, а также кафедры интеллектуальных технологий поиска, Института филологии и межкультурной коммуникации, доктор физико-математических наук Валерий Соловьев. На протяжении пяти лет ученый занимается описанием рукописи Алишера Наваи. Подробности о масштабном проекте «580-летие поэта» узнаем в нашем следующем сюжете. В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского находится почти 6 миллионов бесценных изданий. Одни из них – подлинные сборники стихотворений тюркского поэта, суфи и государственного деятеля Алишера Наваи, сделавшего тюркский язык языком высокой культуры. Профессор Российской академии наук Илья Зайцев поделился, какое отношение к литературному тюркскому языку существовало в обществе до активного вмешательства поэта. Большое количество анекдотов было связано с жизнью Наваи, которые были записаны. И вот один из анекдотов был такой, когда этот человек, его оппонент, он опоздал на меджлис, на пирушку, и они хотели его заставить читать стихи, он отказался. И тогда один из собутыльников Наваи сказал, ну давайте мы набьем рот нечистотами. Он сказал, не надо, я лучше стихи по-тюркски прочитаю. Это говорит о том, какое отношение было к тюркскому слову, к тюркскому языку у этой образованной публики. К 580-летию со дня рождения поэта было решено составить отдельный том по Казанским собраниям, опираясь на фонд научной библиотеки имени Лобачевского. Проект предусматривает описание рукописей Наваи в собраниях Российской Федерации. Мы начали этот проект уже 5 лет назад, к юбилею Наваи. Очередному было 575 лет со дня рождения великого поэта. И 5 лет назад мы подготовили каталог, который назывался «Рукописи. Литографированные издания произведения Лешера Наваи» в собраниях города Москвы. Илья Зайцев выразил благодарность за совместную работу заведующей отделом рукописей и редких книг Эльмири Амерхановой. 9 сентября в Московском государственном музее Востока планируется открытие выставки, в число экспонатов которой войдут рукописи из фонда Казанского университета. Ариатна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. С 27 апреля по 22 июня студенты и сотрудники Казанского федерального университета смогут присоединиться к масштабной всероссийской акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Красная гвоздика». Бумажные и металлические значки будут представлены в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах, а также его будут раздавать волонтеры. Акция охватит 75 регионов нашей страны. Вырученные от распространения значков средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета состоялся чемпионат по информатике среди школьников. Все подробности узнаете далее. Формат чемпионата достаточно близок к ЕГЭ по информатике, поскольку в этом году экзамен значительно изменился. Привычные бумажные бланки сменились заданиями на компьютере. «Основные требования, опять же, идут по учебной программе, потому что полностью все задачи взяты с формата ЕГЭ, но здесь дополнительный результат, какой-то скорость прохождения, то есть быстрота решения этих задач еще учитывается». Участие в чемпионате приняли казанские школьники, учащиеся 10-х и 11-х классов. Победители получат дипломы, которые в дальнейшем могут послужить хорошим портфолио при поступлении на соответствующие направления. «О данном чемпионате мне сообщил мой учитель. В принципе, это неплохая возможность проверить свои знания как перед ЕГЭ, так и, возможно, получить какие-то призы. С девятого класса я стал увлекаться, активно стал программировать на C-шарп, но, к сожалению, на ЕГЭ такой язык запрещен. А сейчас я активно посещаю НКБ, но это тоже от КФУ и в МИД, это направление для 10-ти классников и 11-ти классников». Диана Желенкова, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Радик Загидулин. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова